Привет! Смотрите, какой необычный ракурс. Я сегодня буду готовить. Это уже не первое мое кулинарное видео, но я сегодня делаю мультикам. Я взяла у мужа телефон. Один телефон здесь, второй телефон тут, будет сблизи снимать. Я еще не понимаю, как настоящие блогеры это делают, но я тут немножко прибралась в этом углу, чтобы вы себя плохо не чувствовали за кадром. Поэтому мы об этом не думаем, мы будем печь. Знаете, что мы будем печь? Мы, конечно же, будем печь булочки с корицей, потому что сегодня день булочек с корицей в Швеции, 4 октября. И я хочу показать вам классический шведский рецепт. Один из классических шведских рецептов. Конкретно этот рецепт, он написан на пачке муки одной из самых известных марок Кунгсюэнан. Вот давайте сделаем именно вот этот рецепт. Но получается очень много теста на одну пачку 50-граммовую дрожжей. Я обычно из этого делаю 4 косы, например, или очень много булок и так далее. Я хочу сделать 3 разные формы и посмотрим, что получится. Но, да, делаем, в общем, из одной пачки дрожжей. Что нам для этого понадобится? Так, что у нас тут есть? У нас есть мука. Очень хороший сорт. У нас есть корица. Куда без нее? Не знаю, зачем так много. Масло. У меня не масло, у меня маргарин. К сожалению, у меня сын аллергик на молоко. Поэтому вы делайте из масла. Обязательно. Намного вкуснее. И сахар. И яйца. И сахар такой присыпают обычно эти булки. Теперь и молоко. Я использую вот такое. Оно без молока. Это на овсе. Булки примерно такие же получаются. Если у вас есть возможность, используйте самое обычное молоко. Конечно, будет намного вкуснее. Пойдемте. Для начала мы берем и смешиваем дрожжи с молоком. 500 мл молока комнатной температуры. Нет, 37 градусов температура тела. Нагреваю молоко. Самая малость. Вон стоит. И пока разбираю дрожжи руками. Сейчас залью все молочком. Так, разбираем руками лучше всего. Я не знаю, может кто-то делает это не руками. Но такой кайф ощущать дрожжи на руках. Вот это вот все мне очень нравится. Фетиш какой-то кулинарный у меня. Дрожжи. Я очень люблю консистенцию дрожжей. И никогда не использую сухие. Хотя они точно такие же. Ну, я не профессионал. Профессионалы, наверное, скажут, почему живые дрожжи лучше. Но, знаете, у сухих я знаю один большой плюс. Они не портятся. Потому что я иногда покупаю дрожжи, думаю что-то испечь. Потом забываю. И приходится выкидывать. Так, ну когда мы уже размешали дрожжи, добавляем сахар. В Швеции рассыпчатые ингредиенты меряют миллилитрами. То есть 1 децилитр или 100 миллилитров. Можно это все перевести в интернете в граммы. Я вам напишу рецепт внизу в миллилитрах. Хорошо. Сахар, чуть-чуть соли. Пол чайной ложки я на глаз всегда. И кардамон в тесте. Должен быть кардамон. Начинка у нас будет из корицы, а в тесте кардамон. В идеале это целые кардамоны. То есть целые семена кардамона вы потолчите в ступке. Но у меня нету ступки. Поэтому надо купить ступку. На самом деле просто беру уже готовый, к сожалению, кардамон. Не идеально. Но я вам показываю, как в обычном доме делают обычные каннельбуллеры. Хорошо? Обычные люди сильно не заморачиваются. Делают как-то так. Извините, что я тут шумно. Так, добавляем наш жир, то есть масло. И сейчас буду все размешивать. Добавляем муку. Написано в рецепте 1,4 литра. Муку в литрах. Поняли, да? Вообще очень интересно с выпечкой и шведами, как они постоянно что-то пекут. Постоянно ходят по каким-то кафешкам. И как-то не сильно толстеют. Но вообще достаточно здоровая и стройная нация. Меня это просто поражало, должна сказать вам. Когда я приехала, я не понимала, как может быть такое количество выпечки на улицах Стокгольма. И вот так может выглядеть вся нация. А потом я поняла, что вообще выпечка – это не самое плохое, что с вами может произойти. Намного хуже фастфуд, намного хуже беспорядочное питание. Если у вас нормальный подход к еде, если у вас хорошее отношение с питанием, со своим телом, и вы кушаете хорошую выпечку, то вообще проблем быть не должно. Конечно же, вы не должны ее кушать, как я иногда делаю, ночью по пять булок к ряду. Но вот так вот испечь и позвать всю семью, и фику сделать, фика, да, вот это традиционное шведское чаепитие с чем-нибудь испеченным, это точно не может портить фигуру. И не надо мне писать тут, что мы все на пути к толстой талии. У меня толстая талия вообще, да. К ней идти не надо. Наоборот, даже я худею сейчас и продолжаю есть булки. Просто я сегодня испеку очень много, а съем одну и маленькую. Вот и все. И, да, верно, я худею буду немного медленнее. Но кому такое дело. Так, добавляю дальше муку, еще три с половиной. Там написано, что пол децилитра лучше оставить на выпекание. Насчет шведов, что они такие стройные, я думаю, это потому, что они, во-первых, кушают с расстановкой, то есть не ночью в себя все пихают, а у них это традиция, это институт, это фика, понимаете. И они, ну, в общем, у них хорошее отношение с едой. То есть достаточно здоровая нация, фастфуд не сильно приветствуется, хотя никто его не боится. То есть никто не будет, даже вот мои самые здоровые изошные друзья не будут прямо как от огня бежать от Макдональдса. Ну, надо, надо, пойдем съедим. То есть вообще без проблем с этим. Я считаю, что это самое здоровое отношение ко всему. И надеюсь, что я смогу ошведиться в этом плане, потому что я, конечно, далеко еще не там. Плюс шведы не всегда доедают. Я начала наблюдать за стройными шведками, которые в кафе сидели рядом со мной. Я сейчас начинаю уже руками месить. Кстати, тесто лучше месить руками, потому что я спросила пекаря одного, вы мне после одного видео, вы мне, в смысле, в инстаграме после одного из видео, написали люди, почему я снимала пекарей, которые руками месят тесто. Я спросила их, почему вы не в перчатках потом, когда прошла там еще раз. А они сказали, сами одевайте перчатки. Тесто нужно чувствовать руками. Просто руки мойте и ногти короткие держите, и все будет в порядке. А насчет стройных шведок, я поняла. Я начала за ними смотреть, наблюдать, и поняла, что они не доедают, большинство из них. Во-первых, они не накидываются на эту булку, они спокойны, они слушают собеседника, они наслаждаются каждым кусочком, и они не всегда доедают. То есть у них нет такой культуры доесть, потому что уплочено. Это меня поразило. Ладно, давайте измесить тесто. Начинаю уже вот на столе делать, просто потому что неудобно уже. Обожаю месить тесто. Вот обожаю месить тесто. А руки какие классные после этого. Кожа рук как будто в спа сходили. Понятно, маслица, потому что дрожжи. Очень хорошие ингредиенты для масочек. Так, ну что, кладем подходить. А пока мы ждем это тесто, я вам сниму другое видео. Прикиньте, какая эффективность. Я вам сниму другое видео про другой пирог, а повешу в декабре. Вот так вот планировать контент заранее надо. Так, наше тесто подошло. Ой, какой красивый. Как хорошо. Как я люблю, когда оно вот так вот. Давайте его еще замесим. Поделим на 4 части. И будем уже формировать в булки. Потом еще булочки подойдут. Из этого количества теста получается очень много булочек. Но обычно делают именно такое количество, потому что это ровно пакет дрожжей. И все это можно замораживать. Можно отдельно тесто заморозить. Как вы знаете, вы, наверное, покупали когда-то в магазине замороженное дрожжевое тесто. Но прям вот порция булочек это обычно четверть этого теста. Поэтому я порежу на 4 части и сделаю 3 разные формы. Одна будет из половины этого теста. И еще будет дверь. Ну, в общем, увидите. Сейчас у меня запахнет корицей дома. Знаете, что корица известна в Швеции? Ну, то, что она была, например, на Готлэнде еще в средние века, это само собой. У Густава Васса я знаю, который родоначальник шведской государственности, 16 век, начало, первая половина. Так вот, он в середине как раз 16 века, уже будучи совсем немолодым, женился на 17-летней девушке. И это его третья жена была племянницей его умершей второй жены. И на его свадьбе была корица. Это был знак статуса. А он любил знаки статуса. Сегодня у него были бы крутые яхты и крутые виллы, потому что ему надо было себя доказать. Он король, который поднялся. Конечно, не снизов. Он был аристократ, дворянин. Но он хотел репутацию своей династии как-то улучшить. Вот, например, вместо покупки аудио он купил корицу на свою третью свадьбу. Ну, за жену его не волнуйтесь. Она посидела у его кровати пару лет. Он умер, и она стала уважаемой вдовой, имеющей кучу любовников. В общем, все у нее было в порядке. Так выравниваю в колбаску, чтобы можно было примерно на 4 части разрезать. Ровненько. Я не хочу прям по столу, поэтому я приподнимаю. Можно, конечно, подложить что-то вместо этого. Что-то я ушла в сторону. Вот у меня 4 штучки. Сейчас из них будем их раскатывать. Так, раскатываем, делаем прямоугольную форму. Тесто должно быть тоненьким. Ну, не таким, чтобы прям рваться. И, конечно же, вкусные булочки отличают тонщина теста. Чем толще тесто, тем оно будет грубее, тем меньше корица войдет. Потому что чем тоньше, тем площадь больше, тем больше ты сможешь размазать начинки. Ну, вот, нормально. Но вы знаете что? Мы начнем не с корицы. Мы начнем кое-что-чего другого. Сегодня я хотела две разные начинки использовать. Вот вам второй вариант начинки. Вообще можно что угодно. Пожалуйста, нутеллу хотите, мажьте. Главное, уголки промазывать. Это очень важно. Мажьте хоть что. Что в вашей душе угодно. Желательно, что чем более натуральные ингредиенты, тем лучше. Поэтому, ну, видите, я сама маргарина использую. Что уж там. В общем, я очень надеюсь, что вы будете делать по моим рецептам. И отмечайте меня в социальных сетях, чтобы я видела, что вы это делаете. И чтобы другие тоже видели. А, у Иры такой прикольный блог. Так, теперь, внимание, посыпаем апельсиновой цедрой. Я тут уголила. Какие голенькие. Два апельсинчика. Апельсин на четверть теста. То есть, я оголила два, потому что я знаю, что с этой начинкой я хочу две целые части сделать. Понимаете? И сейчас будет еще миндаль. Миндальная масса. Получается такой немножечко рождественская. Рождественский вариант. Булочек. И берем миндальную массу и трем сюда. И с сахаром примерно две столовые ложки на вот это тесто. Теперь закатываем аккуратно, равномерненько, ровненько, подтягивая вот так немножечко. Закатываем всегда по короткой стороне в длинную. Если вам покажется, что у вас короткая, слишком этот ролик, ролик, рулетик получился, его всегда растянуть уже готово можно. Но количество кругов уже будет большое, понимаете? Так, продолжаем разговор. Пишу с другого телефона, сейчас поэтому немножко картинка изменилась. Не знаю, что там надо поменять. У меня сын кашляет, да, малыш? Он сидит рядышком и кашляет. Мой рулет режу на достаточно толстые такие штуки. Потому что я сделаю как такой пирог из них большой, именно из этих апельсиновых. Поэтому я вам покажу, как это делать, но это не классический рецепт булочек с корицей. Для классического рецепта булочки с корицей продолжайте смотреть. Так, вот мое месиво с корицей. Здесь масло, сахар. Все пропорции смотрите внизу. В общем, я намазываю так щедро, очень щедро. Так, закатываю, подтягивая. У меня тут сын повторяет все, что я говорю. Да, Мась? Повторяешь? Есть. Теперь можно вот так вот подтянуть немножечко, чтобы подлиннее был. Так, теперь режу эти булочки. Где-то полтора сантиметра толщиной. Все примерно на глазок. Но вы уже поняли, что у меня много чего на глазок. Так, вон у меня булочки стоят, которые я только что нарезала. Я их положила, пусть подходят. А теперь я попробую кое-что, чего раньше не пробовала. Я сделала еще такой рулет из четвертой части. И можно сделать такую косичку. Она будет у меня сейчас кривая, потому что первый раз в жизни это делаю. Я знаю, что нужно вот так вот резать. И в разные стороны выкладывать. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Не знаю, как это в результате будет выглядеть. Но пока что это выглядит очень даже ничего. Наверное, надо было тоньше резать. Но вот как-то так. Сейчас оно подойдет. Плохо точно не будет. Смотрите, какая я красная стала, пока я вам тут готовлю. Так, смазываем к яйцом. Красивенько даже с боков. И присыпаем сахаром таким. Именно по этим белым точкам обычно и узнают канал Буллера. Так, я повторила маневр с этой нашей колбасенью. И сейчас она тоже пойдет в топку. Теперь смотрите, какая красота получилась из апельсиновых миндальных. Вот так вот. Давайте попробуем взять один. Вот, очень хорошо все. Вот такие красавицы получились. С маслом было бы, конечно, еще лучше. Вот красавцы какие. Я люблю, когда они чуть покоричневее. Булки проходят тест. Булки прошли тест. Дусь, вкусно? Ребенок проапгрейдился сам. Вкусная булка все еще, да? А вот так выглядит готовая коса. Я часто все замораживаю. Вы, наверное, уже видели в инстаграме. И вот заморозила свежие булочки. Именно вот так вот на такой икеистской мягкой доске. Чтобы они форму не потеряли. И когда они затвердеют, я положу их уже в пакет. Вот, например, у меня замороженный яблочный пирог лежит. Написан яблочный пирог с сентября 2018 года с манкой КВ. Это значит, сыну можно есть. Котте венлет. Ну и несколько оставила детям на сегодня. Размораживаю я в полиэтиленовом пакете обычно при комнатной температуре. Просто кладу. И если их мало, ну, там, 2-3 булочки, плоско кладу их ни одну на другую. И за 10 минут, 20 минут они идеальны, как свежие. Так, очередное кулинарное видео завершено. И я надеюсь, что вы будете печь по этому рецепту. Будете ставить меня в тегах. И, ну, как бы не говорить, что это я придумала рецепт. Потому что я его не придумала. Это классический рецепт. Но главное, что мне будет очень интересно увидеть, кто из вас испек по этому же рецепту. И как у вас получилось. Потому что у всех получается по-разному. Даже форма у всех получается по-разному. И можно сделать вот такие вот узелки, как я вешала в инстаграме. Где-то в августе. Где мальчики в одной из наших пекарен в Стокгольме вязали классные узелки такие. Ну, и как обычно, подписывайтесь на инстаграм. Рассказывайте о моем канале другим. Мне будет очень приятно. И ждите в декабре. Будет кое-что очень прикольное. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова